Что будет, если не платить кредит? Последствия и советы от опытного арбитражного управляющего. Приедут ли коллекторы домой, как избавиться от звонков коллекторов? Эти звонари даже не знают законов. Что будет, если не платить кредит? Последствия и советы от опытного арбитражного управляющего. Всем привет, с вами на связи Наталья Катаряева, эксперт в банкротстве физлиц 250 плюс успешных дел. Задавались ли вы вопросом, что будет, если я перестану платить кредиты или иные обязательства? Какие последствия? Что будет по закону? Если да, то поставьте лайк этому видео или напишите комментарий об этом. Или, возможно, по каким-то причинам вы уже перестали платить по вашим обязательствам и вам страшно или не ясны какие-то аспекты. Поэтому в этом видео мы будем разбираться, какие реальные последствия могут быть, если вы перестанете платить по кредитам и иным обязательствам. Для многих граждан самым страшным почему-то является это осуждение стороны близких, родственников, друзей и так далее. А также многим страшно, что будут звонить банки или иные кредиторы. Также страшно, что будут суды, приставы и так далее. Почему этого не стоит бояться, опять же, я расскажу в этом видео. Досмотрите его до конца. Оно будет объемное, но информативное. В этом видео я разберу, что будет, если вы перестанете платить по обязательствам, какие последствия, приедут ли коллекторы домой и как избавиться от звонков, что делать, если придет повестка из суда, а также какие существуют реальные законные варианты, как избавиться от долгов. А сейчас минута реклама. Чем я могу быть полезна? Первое, это проведение процедур банкротства под ключ по всей России. Я с моей командой работаю по всей России и помогаю клиентам, помогаю гражданам достичь результата, полностью списать с них долги. Как я работаю, более детально вы получите информацию и какие риски в вашем деле, подходите ли вы под банкротство, на бесплатной консультации, контакты в описании. А также я обучаю, это во-вторых, всех новичков, желающих нюансам банкротного дела, как зарабатывать на банкротстве физлиц и помогать при этом людям. А также для желающих самостоятельно разобраться, не платить юристам. У меня есть лекция по самостоятельному банкротству с образцами всех необходимых документов. Стоит 2900 рублей, однако в этой лекции вы получите самую выжимку необходимой информации, как самостоятельно списать долги и образцы документов. Все подробности в описании. Итак, что будет по закону, если вы перестанете платить, какие последствия? Ну, во-первых, банк начнет походить с вами на связь, требуется возврата долга, требуется, чтобы вы встали в график и начали платить по договору. Далее, если вы не оплачиваете, а также не берете трубку, не контактируете, не отвечаете, или отвечаете по телефону и говорите, я не могу сейчас платить, что будет делать банк или иной кредитор? Это будет судебное разбирательство. Банк или иной кредитор будут подавать в суд и взыскивать с вас основной долг плюс процента, договорные проценты. Важно! В суде общей юрисдикции практически невозможно оспорить договорные проценты и основной долг. Вы должны быть бдительными, потому что есть на рынке предложения, которые обещают списать долг через суд общей юрисдикции без банкротства. Такое невозможно. Возможно, лишь будет заявить в суде общей юрисдикции о снижении неустойки, которую насчитал вам кредитор за нарушение исполнения обязательств. И то, скажу честно, сейчас кредиторы не всегда начисляют большую неустойку. Что касается, как снизить неустойку, с которой вы не согласны, то это по основанию статья 333 Гражданского кодекса, как явно несоразмерной, нарушенным обязательством. Далее, вы должны денег, есть судебное решение, и это не приговор, и это не конец жизни, и это не значит, что все пропало. Что же дальше? Ваш кредитор обращается к приставам и возбуждает в отношении вас полноценное производство с целью того, чтобы пристав провел проверку по вашему имущественному состоянию, по вашему официальному доходу и принял все необходимые меры, чтобы погасить имеющуюся задолженность. Что мы видим на практике? Как правило, у пристава большой объем дел, он не справляется, он особо не заинтересован взысканием задолженности, и тем не менее, просто делает типовые запросы, что-то выясняет, и как правило, это 50% арест на официальный доход должника, редко когда выезд по месту регистрации для описи имущества, и возможная реализация имущества, если у вас есть что-то в собственности за исключением единственного жилья. Если у вас отсутствует доход или имущества, которое можно продать, то пристав скорее всего окончит исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания или в связи с тем, что он не сможет установить ваше местоположение. По основаниям, это пункт 3 или пункт 4 ст. 46 федерального закона об исполнительном производстве. Важно! Этот долг не списывает. На эту тему у меня есть отдельное видео, может ли пристав списать долг. Нет, не может. Пристав просто оканчивает исполнительное производство. Ваш кредитор, взыскатель, впоследствии может возбуждать и возбуждать в отношении вас исполнительное производство. В надежде, что у вас появился официальный доход или какое-либо имущество, которое можно реализовать. У меня в практике были случаи, когда кредитор возбуждал исполнительное производство через 2 года с момента того, как пристав окончил исполнительное производство. И на тот момент у должника уже появились бережения, он пользовался счетами, картами, у него появился автомобиль. И вот, пристав возбудил, наложил аресты, но далее уже должник добровольно погасил задолженность перед кредитором. Также, когда пристав возбудит исполнительное производство в отношении вас, это будет запрет выезда за границу, это арест счетов, вкладов при наличии. Вы не можете спокойно пользоваться своими картами, счетами, как-то распоряжаться денежными средствами. Это, как правило, конечно, пристав может что-то не найти, что-то упустить. Как правило, арест он накладывает только на счета в каких-то крупных банках, к примеру, Сбербанк. Но, тем не менее, по закону пристав праве осуществлять мероприятие по розыску ваших денежных средств. Второй вопрос, заинтересован ли он в этом. Итог. Если вам нечем реально платить по обязательствам, вы перестали платить по вашим обязательствам и никак не можете договориться с вашим кредитором или кредиторами, то здесь два варианта. Или через приставов с вашего официального дохода идут удержания не более 50%, или пристав когда-нибудь окончится исполнительное производство. Кто-то из должников так живет, кто-то даже из моих подписчиков, кто смотрит мое видео, пишет об этом в комментариях, что, мол, забейте, не платите, банк про вас забудет, рано или поздно все про вас забудут. Но это рано или поздно может растянуться на 5 лет, на 10, на несколько лет. Не каждый гражданин готов жить в таких психологически некомфортных условиях. Кому-то хочется быстрого решения проблемы, быстро как-то урегулировать вопрос свой финансовый. И здесь как раз помогает процедура банкротства. Это установленная законом процедура, которая позволяет полностью списать все долги. И если вы относитесь к категории именно граждан, которые хотят быстро решить свою проблему и не ждать, когда про него все забудут, или когда выплатит он долг весь свой с официального дохода, то welcome, консультация бесплатная, контакты в описании. Я и моя команда, мы работаем по всей России, и я провожу, и моя команда, процедуры под ключ. Вторая важная составляющая нашего сегодняшнего видео. Приедут ли коллекторы домой, как избавиться от звонков коллекторов? Да, как только вы перестанете платить по обязательствам, вам будут поступать звонки. Но представьте себя на месте кредитора. Вам должны денег, вам вовремя их не отдают. Что вы будете делать? Ну, возможно, сидеть и ждать у моря погоды, возможно, брать, писать своему должнику или звонить, как-то пытаться с ним выйти на контакт и урегулировать вопрос по возврату долга. Но иногда эти звонки могут быть чересчур навязчивыми, а давление стороны звонящих психологически. Что же делать? Как избавиться от звонков? Во-первых, вы можете сменить номер телефона, законом это не запрещено. Но напрягают вас звонки. Смените симку и передайте ваш новый номер всем знакомым, друзьям и коллегам. Если для вас смена номера не актуальна, вы можете добавлять звонящих в черный список, блокировать их звонки. Законом это также не запрещено. В-третьих, вы можете взять трубку и вести диалог со звонящим, и смело говорить о том, что пока у вас нет возможности платить, и подавайте на меня в суд. И не обращайте внимания на типичные пугалки звонарей, что сейчас приедет служба взыскания, или что мы фиксируем факт неоплаты, или что передадим ваше дело коллекторам и так далее. Честно, это все чушь собачья, и говорю я об этом грубо, но зато понятно. Цель звонящих, чтобы вы начали платить. Эти звонари даже не знают законов, они официальные работники. Их цель звонить и всем говорить одно и то же по своему алгоритму, по шагам, по скрипту, за это они получают заработную плату. В-пятых, вы можете по закону, это закон номер 230, который регулирует способы и порядок взыскания просроченной задолженности, отказаться от непосредственного взаимодействия с вашим кредитором или лицом, который действует от его имени и в его интересах. Что для этого нужно? В Федеральной службе судебных приставов установлена форма, которая необходимо будет направить вашему кредитору. В Федеральной службе судебных приставов установлена форма, ее можно скачать и вбить в интернете, просто отказ от взаимодействия, форма ФССП. И эту форму нужно заполнить, подписать и отправить каждому кредитору. В соответствии с законом, с момента получения соответствующего заявления, лицо, действующее от имени кредитора, к примеру, коллекторское агентство или кредитор ваш, не имеет права по закону с вами взаимодействовать непосредственно, а именно звонить и пытаться встретиться с вами лично. Могут ли коллекторы приехать домой или на работу? Ну, в принципе, могут, и я к вам могу приехать на работу или домой, попросить денег, вы мне должны и так далее. Вопрос, как вы будете на это реагировать. По закону вы имеете право не впускать в свой дом никого, то есть не нужно открывать дверь, пропускать, чтобы там ходили, что-то фотографировали. По закону вы можете сказать, я не буду с вами разговаривать, идите на три буквы, если вас докучают, вызывайте полицию. Резюмирую, звонки юридической силы не имеет, не бойтесь звонков, не бойтесь приездов, не бойтесь смс, будьте смелыми. Третье составляющего нашего видео. Повестка из суда и иск от кредитора. Мои вам рекомендации, забирайте всю корреспонденцию, которая вам приходит по почте, а именно, ходите на почту и получайте заказные письма, чтобы не пропустить сроки или чтобы понимать, что в отношении вас планируется судебное разбирательство. Что вы можете получить из суда? Самое частое, первое, это судебный приказ. Его можно отменить в течение 10 дней с момента получения судебного приказа. Что для этого нужно сделать? Просто написать заявление, что возражают носительное исполнение судебного приказа и отвезти его в суд, который вынес этот судебный приказ. Суд отменит этот судебный приказ и вынесет соответствующие определения, но также разъяснит кредитору, что последний может взыскать с вас долг в порядке искового производства. Поэтому я и говорю, важно не пропустить корреспонденцию из суда, чтобы своевременно отменить тот же самый судебный приказ. Потому что, скорее всего, банк изначально, особенно если это небольшой размер долга, будет взыскивать банк или иной кредитор в порядке приказного производства. Потому что госпошлина дешевле и порядок искания проще. Далее вы можете получить повестку в суд и иск от кредитора. В суд на судебное разбирательство можно не ходить, если вы того не хотите. Если вы согласны с размером взыскиваемого с вас долга, то есть вы смотрите на исковые требования и понимаете, да, я должен примерно эту сумму, то, в принципе, и нет необходимости участвовать в разбирательстве, подавать какие-то возражения, отзывы. Вы можете просто направить или отвезти в суд ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие. Но если вы сомневаетесь в размере взыскиваемого с вас долга, к примеру, вы подозреваете, что кредитор пропустил сроки исковой давности, или кредитор накрутил какие-то суммы, которые не установлены договором, здесь вы и можете обратиться к юристу, чтобы тот произвел оценку по вашим обстоятельствам дела, произвел оценку исковых требований, какие есть доказательства, и, возможно, предложил вам свои услуги по представлению ваших интересов по вашему делу, или дал какие-то конституционные услуги, или, наоборот, дал заключение о том, что все правомерно, банк взыскивает все правильно. Это я к чему? Что не нужно платить юристам или иным специалистам заранее. То есть вы понимаете, вы не обанкротитесь по каким-то причинам, и вы понимаете, что вы ждете, когда банк или иной кредитор подаст на вас в суд, ну вот и ждите, не нужно заранее платить юристам по 70+, там, 1000 рублей, потому что ко мне также обращаются клиенты с подобными ситуациями, в надежде, что когда-то кредитор подаст в суд, и когда-то эти юристы будут проводить анализ исковых требований. По факту, вот кредитор подал на вас в суд, есть иск, есть требования, есть документы, вот и идите с этим к юристу. На рынке сейчас актуальна оптимизация задолженности, финансовая защита. Я сама с этим знакома, сталкивалась, давала на грабли, поэтому вам не рекомендую платить за благовременно юристам за неизвестную какую-то работу. И да, когда суд вынесет соответствующее решение, что с вас взыскать вот такой-то размер задолженности, вы вправе обжаловать это судебное решение. Иногда вы можете подать просто формальную апелляционную жалобу. Для чего? Чтобы вступление в решение законную силу затянуть. Потому что пока решение суда не вступит в законную силу, у вашего кредитора не будет права возбудить в отношении вас полнотное производство. Тем самым, особенно если у вас есть официальный доход, вы отсрочите удержание с вашего официального дохода в размере не более 50%. Также апелляционную жалобу можно подать, если вы не согласны с решением суда. Итак, варианты. Какие есть законные варианты, как можно по закону избавиться от долгов полностью? Утром вы просыпаетесь и никому ничего не должны. Но первое, это все выплатить. То есть вы выплачиваете ваши обязательства, вы пытаетесь договориться с вашими кредиторами, вы договариваетесь, реструктуризируете вашу задолженность, оформляете рефинансирование или кредитные каникулы. В итоге, в один прекрасный день, когда вы все выплатите, вы больше никому ничего не должны. Второй вариант, это просто перестать платить по обязательствам. Я говорила о том, что будет, если вы перестанете платить по обязательствам, и тем самым либо просто ждать, когда про вас ваш кредитор или кредиторы забудут, если у вас отсутствует официальный доход и имущество, или выплачивать вашему кредитору или кредиторам с вашего официального дохода в размере не более чем 50%. Да, этот размер можно снизить, то есть с 50 до меньшего размера есть различные лазейки, но вы тоже должны понимать, что если будет у пристава возбуждено спонтное производство, по закону пристав праве удерживать не более 50% с вашего официального дохода по обязательствам, кредитным или иным каким-то обязательствам. И третье это банкротство. Законодатель не просто так дал возможность гражданину добросовестному полностью списать с себя все долги. Если бы были какие-то иные рычаги, с помощью которых можно было бы списать с себя все обязательства, то законодатель бы, даже простым языком скажу, не стал бы заморачиваться о том, чтобы разрабатывать новую главу, вносить поправки о нестоятельности банкротства граждан, все бы было так, как есть. Но с 2015 года действует закон о нестоятельности банкротства граждан, и с помощью как раз официального дохода гражданин и может списать себе все долги под ноль. Да, не все граждане подходят под процедуру банкротства, есть определенные нюансы, есть риски, есть особенности. Если вам нужна бесплатная консультация, подходите ли вы под банкротство, то контакты в описании, консультация бесплатная. Если вы хотите обратиться ко мне и с моей командой работать, то только обращайтесь по контактам, которые в описании. Иных вариантов как-то избавиться от долгов их просто нет. Все остальное это иллюзии, хотя интернет и офлайн реклама пестрят предложениями, что спишем долги без банкротства. Но что они предлагают вкратце, чтобы у вас было понимание и чтобы вы не вляпались в еще большую кабалу? Они предлагают списать, как я ранее говорила, и проценты, и основной долг в суде общей юрисдикции. Это невозможно сделать. Они предлагают закрыть долг дебиторской задолженностью. Это практически невозможно. Это при условии, что пристав взыщет эту дебиторскую задолженность. И то там есть еще ряд нюансов. Вы можете посмотреть нормы федерального закона об исполнительном производстве и проверить мои слова. Также пристав. Пристав не списывает долги. Пристав просто может окончить исполнительное производство. Что касается сроков исковой давности. Да, такое может быть, что ваш кредитор пропустит сроки исковой давности и суд откажет в иске по вашему ходатайству. И это не относится к судебному приказу. Но на практике кредиторы редко пропускают сроки исковой давности. Вы бы пропустили срок исковой давности, если бы вам должны были денег. Да, такое может быть. Опять же, повторюсь, это редко. И тут либо вы надеетесь на чуты и вам реально везет, либо кредитор ваш не пропустит сроки исковой давности. Выкуп долга. На практике он имеет место быть. Но вы должны понимать, что за выкуп долга также придется платить. Это, как правило, от 10% от размера задолженности. Согласия юристам за это придется платить. Также это не особо актуально для граждан, у которых большой список кредиторов. Потому что на переуступку прав требований на третье лицо должен дать согласие каждый кредитор. Как вы себе спишите в долге, если один кредитор даст согласие на выкуп, а остальные 10% нет. И юристы на этот факт никак повлиять не смогут. Резюмирую. Поэтому я и занимаюсь исключительно банкротством. Если бы какие-то иные варианты реально могли вам помочь, я бы ими также занималась, транслировала бы, рассказывала. Мои принципы это нести пользу, быть честной и реально людей доводить до результата. А именно избавить их от долгов. И еще небольшое от меня наставление. В России сейчас сотни тысяч должников. У меня очень много обращений, в том числе и с ютуба. Люди реально в тяжелой финансовой ситуации. И вы не один такой столкнулись с проблемой, что не можете платить по обязательствам. Просто перестаньте психологически себя истощать, на этой почве ругаться с близкими родственниками. Просто примите тот факт, что вам тяжело платить и как-то решайте эту проблему. И да, не вляпайтесь в еще большую кабалу, оплачивая услуги брокеров за оформление новых кредитов, за рефинансирование. Как правило, если банки вам и так не одобряют, не оформляют кредиты, чтобы как-то выбраться вам из вашей ситуации, то брокеры вам не помогут. Если информация вам была полезной, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Для меня это ценно, важно. Я хочу больше для вас записывать полезного контента. До встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова